МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадиокампании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко, глядите ухэтым выпуску. На посаджении Гомельского облывканкама разледжены выники мониторингу выкарыстания коммунальной майомости. Мясовые улады пропоновали провести другий марш недармаедов у Гомеля на пляцу цыкаля ДК Випра. Сёння профессийная свята означают работники гидрометерологичной службы. И больше подробязна об этом и не только. На сённяшнем посаджении Гомельского облывканкама разледжены выники мониторингу населенных пунктов по выкарыстанию коммунальной майомости. Подчас проверки специалисты Гомеля обломайомости, супрационники Гар-Райвыканкама и депутаты мясовых советов выявили объекты, якие навод не знаходилися на господарчему лику. Так само знайдено некальки пустых жилых домов, придатных для выкарыстания. Як плануется заденешать ГТ-будынки, потекавился Олег Синцерову. Подчас мониторингу рабочая группа наведали больше 2300 населенных пунктов. Здесь нашли свыше 5,5 тысяч объектов, якие не выкарстовывались. По передней вынке обследования подвели на початку года, на нараде с уделом кировничества в области. Теперь ситуацию вы решили обмерковать в большей широком составе. За 4 месяца, что прошли после завершения мониторингу, нежели 250 объектов снесли, приходилось настолько, что утягнули в господарший оборот. Причем тут не только будинки промыслового призначения, на улик поставили навод некаких жилых домов. Уречься на вот, что возводить новое, коли старые, находятся в добром стане и не выкарстовываются. Это все те отдельно стоящие жилые дома, которые сегодня не заселены. И мы сегодня видим, что их достаточное количество, и ряд из них, которые находятся в хорошем техническом состоянии, мы будем предлагать для продажи с аукционных торгов. Угар Райва Конкам окажет, что до конца года все объекты, которые выявили рабочие группы, будут задельничаны, все изнесены, когда их стан не отповидая потребованиям техники безопасности. Зрабить это ранее было не за все дымахчима. Выявить частку объектов протяженный час не могла ни одна комиссия. Их небыто и не было, во всяком разе, на паперы. Это тяжко поверить, а я подчас мониторингу на Гомичине выявлено около 450 объектов, которые не находятся ни на яким улику. Такие будинки привиды. По документах их не иснуе, а лишь на практице восемь стоять. В областном территориальном фонде Гомель Абалмаемы скажут, что планы по утягнению объектов коммунальной властности и обороты в целом реальные. В значительной ступени этой надеи связываются с подобщением ситуации экономики и развитиями властного бизнеса. Когда меркать по выникам проводимых аукционов, у темнику про интернет, затекавленность у набыти таких объектов есть. Причем у некоторых выпадках першечерговая цена может возрастать больше тысячи разов. Открываются новые производства, бизнес расширяется. У многих предпринимателей, которые к нам уже неоднократно обращались, и наладив одно производство, они уже обращаются и подыскивают себе объекты для новых видов деятельности. Олег Синчеров, Валерий Капанько, телерадокомпания Гомель. Протягиваем выпуск. Мясовые улады пропоновали провести другий марш недармаеда у Гомеля на пляцу цыкаля ДК Випра. Керавництва Гарвы Канкамас устрелася с процтауниками руху за адмену декрета номер 3. Баки обмерковали умовы проведения акции. Масовое мероприемство на площади Паустанья Гарвы Канкам полечил немагчимым. 25-го соковика тут будет проходить традиционный сельско-господарчий кермаш. Он был запланованный некальки месяцев тому. Проводить марш на площади Ленина так само нем это сгодно. Гэта вельми важный транспортный вузел. Масовое мероприемство тут стараются минимизовать. Як вариант, место – территория каля ДК Випра. Гэта близко от центра. Пляцовка сдольна зместить свыше трок с половой тысяч человек. Так само Гарвы Канкам пропанует для размовы с удельниками маршу недармаеда актовую залу Дома культуры. Яна змещая каля 500 человек. На сустрече с журналистами из нагоды проведения акции городские улады подкреслили, что пошли на сустреч организаторам мероприемства. Зворот об проведении маршу был подаден и позднее необходного термину и не отповедал потребованиям закону. Гарвы Канкам деля заховання безпеки удельника у акции вызначил для ЕЕ офицейное место. Тембольш, что у своем звороте организаторы подкреслили готовность до обмеркования умов проведения мероприемства. Мероприятие, которое запланировали на площади восстания, мероприятие, которое касается шествия по улице Советской и митинга на площади Ленина, это несанкционированное мероприятие, это нарушение действующего законодательства и за это предусмотрена административная ответственность. Власть к диалогу готова. Мы предложили вариант совместного мероприятия ДК ВИПРА как на открытой площадке перед входом здания, где можно расположить более 4000 человек, так и внутри помещения. Посевная кампания на Гомельщине набирая обороты. По оперативных дадзиных, яровые зерневые культуры посеяны на площадке свыше 36 тысяч гектаров. Это четверть до плану. При этом темпы посевной на два тыдня опереживают минулогодних график. Перед выездом на палетке обовязковый инструктаж по технице бяспеки проводят инспекторы ДАИ. Яны проверяют у механизаторов на явность водительского посвечения и стан техники. После этого заполняется специально распроцованный лист посевная 2017, який размещается на лобовое шкло. У этом документе позначены реквизиты господарки, техники и дадзиные водителя. Деля захования бяспеки, дорожного руху, экипажи ДАИ супроводжают буйно-габаритную технику на палетке. Сотрудникам госавтоинспекции приходится иногда оказывать помощь. Бывали случаи, когда во время движения транспортные средства, какие-то незначительные поломки происходили простое. Сотрудники наши проезжали с механизатором на мехдвор, брали какую-то мелкую запчасть, возвращались, восстанавливали и продолжали движение. То есть мы созданы для того, чтобы помогать людям на дороге. Поэтому это наш самый главный девиз в работе. А завершиться обуяровых колоссовых на Гомельщине плануется до первого красавика. Сегодня означается День работников гидрометеорологической службы. На Гомельщине венчавание с профессийным святым принимают 140 человек. Техника, что находится в арсенале гомельских метеорологов, не учим не соступая европейской. А ледокладность прогнозов на дворье залежить от их виду. Для короткотерминовых на ближайший день это 95%, а правдвальность прогнозу на тыдень складая 80%, а на месяц и более 60%. Однако супрацовники гидрометцентра займаются не только сбором и опрацовкой метрологичных дадзиных. До прикладу яны допомагают аграриям при подрыхтовце до полевых работ. Могут не только дать прогноз по засушливости, але и контролючь узровень вильгати у глебя. Так само яны супрацовничают с коммунальными, воротовальными и авиационными службами. Всех гидрометеорологов нашей республики с профессиональным праздником. Конечно же, в праздник что пожелать? Конечно же, здоровья, счастья, побольше светлых, ясных дней и всегда хорошей погоды. А что касается непосредственно наших гидрометеорологов в нашей области, хотел бы еще сказать им большое спасибо за самоотдачу, за честный, плодотворный труд. У областной библиотецы имя Ленина протягивается культурно-информационный проект «Гомель у особах». Чарговым героем стал гомельский письменник и драматург Василь Ткачоу. Яго первое оповядание убачило свет у 1966 года. А сёня у литературным портфолио 24 книги для дятей и дорослых. Гэта каски, пьесы, романы, оповести, публицистичные материалы. Яны так само публикуются у литературных часописах и выучаются в рамках школьной программы. Перекладены на русскую, украинскую, польскую и иншие мовы. Пьесы были поставлены на театральных подмостках не только Беларуси, а и Замежжа. У темлику у России, Казахстане и Эстонии. Не важно, те дорослые читатели, те юные, те совсем молодые. Вот я завсюду хочу сделать свой твор таким, как он был интересным. в первую очередь, как мимо его не проходил читач любой категории. Есть про что сказать, есть о чем поговорить. Я люблю своих читателей и завсюду иду до них с открытым сердцем, с добрым душой. Темчасом у Гомельским областным драматичным театре отбылась премьера спектакля «Древо помирают стоячи». На сцене разгорнулася цікавая, але крыху заблытанная история про выбор морального шляху и житевой дороги. Пьеса написана в 1949 году испанским драматургом Алехандро Касоной. У этого твора можно найти адлюстрование всех библейских заповедей. Пытания, узнятые в спектакле, застаются без отказу и гэта дая глядачам Глебу для разважанняу. Это сегодня редкое качество, когда присутствует глубокая драматургия, которая требует просто хорошей актерской школы. Для меня эта постановка интересна тем, что я впервые сталкиваюсь с трупой Гомельского театра. Хотя переговоры о том, что я буду тут ставить, уже велись давным-давно, но как-то все не складывалось. Какие-то моменты нам удалось попробовать здесь с трупой и думаю, даже будут некоторые такие открытия маленькие. Убачить новую постановку у областным драмтеатры можно 26-го соковика, а так само 9-го и 14-го красовика. ГТ, а так само иншая новин вы можете найти на нашем сайте у интернет по адресе www.tvrgomil.by Далее у эфиры «Спортивный агляд» з новинами спорту вас познайомить мой коллега Максим Савин. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова